Спасибо за совместную практику. Спасибо за то, что пришли. Спасибо за приглашение. Приходите, встречайтесь вместе. Хотел бы еще поощрить вас к тому, чтобы проявлять щедрость и самопожертвование, практикуя вместе. Это очень ценно, очень помогает. Будда говорил о том, что очень хорошо иметь хорошие друзья. На языке Пали называется «Калаянамид». Многие хотят практиковать и прилагают усилия, но практиковать в одиночку очень сложно. Не хватает энтузиазма, не хватает терпения, не хватает стимула. А когда вы приходите, у вас очень хороший зал. Многим не повезло, у многих не такая хорошая карма, как у вас. У вас хорошее место, куда вы можете ходить. Но иногда это трудно, потому что люди говорят «Зачем туда ходить? Пока я туда доберусь? Пока оттуда приеду? Зачем столько времени терять? Я лучше там у себя дома». Это тоже, конечно, хорошо дома. Но когда мы вместе, мы можем друг друга поддерживать. И поддерживайте друг друга не только в практике. Потому что часто есть так, что люди приходят и практикуют вместе, но друг от друга не знают ничего. А иногда нам нужно вместе совместно практиковать повседневные дела. Общаться, советоваться. И когда вы приходите, вы знакомы с друг другом, будьте открытыми. Очень уникально. На самом деле я очень удивлен, что вы меня пригласили. Потому что многие замкнутые. Многие практикуют и в своей традиции превращается это в секту. И только мы правы, все остальное неправильно. А вы пришли, вы слушали, вы мне дали даже час говорить. Никто не ушел пока. Спасибо вам большое. Приходите вместе, практикуйте вместе, поддерживайте друг друга. И будьте счастливы. Но сейчас, если у вас есть желание, есть время у нас, мы можем свободно пообщаться, может у вас есть вопросы. Если не торопитесь, пожалуйста, я готовлю пообщаться. Смело не стесняйтесь. Дорога у Манахова? Восемь лет. Разрешение Манахова. Правильно? Да. Я поехал в Тайдансов Тайдан. И все восемь лет в Тайданде живу. Да. А в обратном случае ты возвращаешься? Нет. Сколько там в Тайданде? Ну, я приближаюсь к Польшу. Через Латвию? Нет, я уже был в России, в Москве, но это подальше. Теперь в Латвию тоже подлиже. А что у вас плиту еще и... Постепенно. Ну, как правильно называется ваша традиция, кто ваши учителя? Традиция. Традиция, тхаравада. Традиция. 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 Ну, на самом деле нет такого понятия, как лесная традиция. Это... Часто есть такое разделение, потому что в тайском буддизме... Вообще в буддизме, в отличие от христианства, есть... Я не знаю, в тибетском, наверное, немножко по-другому. В тайском буддизме есть только монахи. В христианстве, к примеру, в православном, католическом, есть монахи и священники. И как бы они разными делами занимаются. Монахи, они уходят в монастырь, они живут монашеской жизнью, они больше практикуют, они проводят свои практики. И священники, они тоже практикуют, но они больше проводят работу с населением. Учат и так далее. В Таиланде только монахи. Никакого различия. Поэтому, будучи монахом, каждый уже сам определяет, как будет практиковаться. Кто-то практикует как монах. Больше в заповничестве, больше в монастыре, меньше с людьми. А есть... И они называются лесные монахи. Соответственно, они живут в лесах. Монастыры в лесном. В лесной части. А противоположность городские монахи. Люди, в Ревне, которые живут. Они тоже что-то там практикуют, но они больше работают с населением. Разные церемонии проводят, учат и так далее. Поэтому такое в Ревне. Я живу в монастыре... На юге Таиланда есть такой монастырь Цуан Мох. Основатель этого монастыря Аджан Буддадаса. Такой монах, который умер порядка 20 лет назад. И потом у него был ученик Аджан Пу, который был много лет настоятелем. Моим учителем является Аджан Пу. Аджан Буддадаса, который основал этот монастырь, особенно сказать, что мой учитель, потому что я его в глаза не видел. Аджан Пу. Что значит Аджан? Аджан означает учитель. Аджан означает учитель. Аджан и я. Когда мы вас будем называть Аджан? Когда хотите. Если строго придерживаться винае. Винае это кодекс правил для монахов. Монахи соблюдают 227 правил в тайском буддизме, в дружном буддизме. И есть разные другие правила, всего 5 книг. Если строго придерживаться, Аджаном называют монаха, который 10 лет монахом. Из 3 таких периодов, когда становится монахом, первые 5 лет ученик. Он, как правило, если в монастыре практикует, он никуда не ездит, он ничего не учит, он проводит во время своей практики, читает, изучает, медитирует. 5 лет, следующие с 5 до 10, он уже более самостоятельен, может ездить, может в другие места. А уже 10 лет называется Тхэра. Есть такой старший или Аджан после 10 лет. Потом еще есть 20 лет монах, его называют Маха Тхэра. Ну, в общем так. Ну, слово Аджан на самом деле в Таиланде означает учитель, и это пали, слово санскритски похоже, Аджария. Но в Таиланде оно применяется к учителям. Дети ходят в школу, и учителя называют Аджан, Аджан. Просто как мы говорим учитель, так слово Аджан означает. Вы сразу стали в бикшу или есть какие-то предварительные ступени? Я сразу стал монахом. Бикху на пали, на языке пали означает монах. Я сразу стал монахом. Но, к примеру, есть много разных тайских лесных традиций. Самая такая распространенная есть традиция Аджана Ча. Аджан Ча – тайский монах, который тоже порядка 20 лет назад умер. Но у него очень много было учеников иностранцев, Аджансумеду. И очень много филиалов, очень много монастырей по всему миру есть. И, поскольку много иностранных монахов, для иностранцев Аджан Ча ввел последовательный процесс. Сначала можно жить в монастыре там, просто жить, присматриваться как мирянин, потом принять обет самонеры. Самонера – это послушник, не монах. Примерно год жить мирянином, примерно год жить самонерой, и примерно через два года всего. Бывает иногда полтора года, если все хорошо у себя иностранцев, конечно, нелегко, потому что язык надо знать и так далее. Но для тайцев тоже надо быть готовым. Но в тайской культуре есть так, что монашество считается очень хорошей школой, жизнью. Есть традиция, что, к примеру, все мужчины, когда достигают взрослой жизни, становятся монахами. К примеру, заканчивая университет, прежде чем пойти на работу, становятся монахами. Какой-то этап в жизни. Или работает, потом вступает в брак, жениться, становится монахом. И монах будет лучше мужем. Но это иногда приобретает формальную сторону формально, чем становится монахом всего лишь на 7 дней, на неделю, иногда на 2 недели, иногда на 2 месяца, это уже больше 2 месяца, а иногда на пару дней всего лишь. Легко, тайцам легко стать монахом. Но в Таиланде нету монахин. Вообще? Вообще. Есть, но тайский бургизм, Тхаравада, вообще в Тхараваде, глобально, в целом, в Тхараваде нету монахин, потому что считают, что монахи, их традиция, их линия вымерла. Последние монахини там когда-то умерли. Чтобы стать монахи, монахине нужна линия преимственности, нужно, чтобы кто-то дал посвящение. Поэтому в целом нету, в Бирме, на Шри-Ланке нету. Есть, конечно, какие-то школы на Шри-Ланке больше всего, где есть монахини. Но они поехали, возможно, даже в Тибет или что-то, но чаще всего на Тайвань. На Тайвань поехали и оттуда приняли, там есть монахини, оттуда приняли посвящение, приехали и живут. В Таиланде тоже есть 2-3 монасты, где живут монахини, в монастырях, соблюдают обеты, но общество не признают им сложно, и в целом не признают их легитимы, что там легитимы. Но есть зато такие, называются мэчи, в белых одеждах ходят женщины, живут как монахини в монастырях, соблюдают обеты, безбрачия, практикуют. В тех текстах, которые мы обычно изучаем, и в тех наставлениях, которые мы обычно получаем по медитации, обычно рассказывается, что сначала мы выполняем практику, которая называется успокоение ума, на санскрите шамадха. Это примерно так же звучит. И считается, что уже на основании этой практики, когда достигается, так называемая, безмятежность и податливость ума, мы осуществляем вот этот тонкий анализ випашьяна на санскрите. То есть эти практики довольно четко разграничены, я считаю. Ну, как очень часто говорится, что сначала нужно овладеть практикой шамадхи и на основании нее осуществлять вот этот глубокий анализ випашьяна. В тайской традиции разграничены эти два вида медитации или нет? И как это выглядит? То же самое разграничены, но нет жесткого разграничения, границ. Как практически переходить вот к випасам? То есть считать, до какой стадии нужно развивать спокойствие ума, чтобы можно было на основании этого спокойствия применять випас? И как именно выполняется этот анализ? Желательно развивать, если мы говорим, к примеру, в практике Анапанасати, 16 шагов состоит она из 16 шагов, то на четвертом шаге мы достигаем такой концентрации, теоретически должны достигать такой концентрации на четвертом шаге, когда мы наблюдаем внимательно и не отвлекаемся, а с пустым умом называется чхана, первая чхана. Как она появляется? Признаком чханы является чувство восторга. На языке палии называется пити. Часто перед чувством восторга появляется немита, зрительный образ. Но в целом желательно для себя определить эту безмятежность. Если я могу наблюдать беспристрастное, если я могу наблюдать усидчивое объект, если внимательность очень хорошая, потому что что значит внимательность? Внимательность очень хорошее слово усидчивость. Внимательность чему-то, одному объекту без отвлечения. Если я могу уделять внимание чему-то не только одному мгновение, минуту и тут начинаю беспокоиться о чем-то, отвлекаться, а действительно могу с интересом, углубленно. Одно усидчивое, а второе концентрация. Концентрация, эта внимательность погружена, настолько погружена, что мы достигаем пустоты ума, когда в уме отсутствует внутренний диалог, когда в уме отсутствуют мысли, анализ, суждения. Есть только наблюдение. Когда мы не смотрим на вещь сквозь призму своего повседневного восприятия, накупившегося опыта, а просто безмолвно наблюдать. И есть такие две состояния, которые хорошо разбить. Успокоение ума через усидчивость. Когда есть усидчивость, он успокаивается, он может наблюдать долго, он не отвлекается, он не беспокоится. Спокойствие ума. И потом спокойствие превращается в безмолвие ума. Когда есть просто наблюдение, без концепции, без названий, без характеристик, без всего. Просто чистое наблюдение. И мы видим свой успех в этом. Иногда этот успех может быть полный, что кто-то достигает шханга. Иногда этот успех может быть неполным, но все равно есть успех. И тогда мы можем практиковать разные объекты. Наблюдать свое тело. Наблюдать разные физические ощущения. Прислушиваться к телу. Наблюдать свои эмоции. Хорошо на дыхании развивать это спокойствие и безмолвие. Потому что дыхание является нейтральным объектом. Легче развить беспристрастное отношение. Дыхание не является вкусным, невкусным, приятным, неприятным. Оно никакое. Но когда мы наблюдаем боль, когда мы наблюдаем эмоцию, приятную, они нас сразу захватывают. Сложно просто сидеть и безлично наблюдать эти явления. Не будучи захваченным. И мы можем смотреть, развивается спокойствие и развивается безмолвие практиковать випассану. Нет четкой границы, нет критерий, что нужно этого достичь. У кого-то получается развить концентрацию в начале. Кто-то практикует намного раньше сразу випассану. В разных школах по-разному есть. В каких-то школах есть, где говорится, вообще не надо развивать концентрацию. Учитель там говорит сразу, практикуйте випассану в повседневной жизни. Когда вы что-то делаете, допустим, в ретриты проходите, либо в монастыре, там люди всё медленно делают, аккуратно. Наблюдайте каждое своё движение, каждое шаг, каждое прикосновение, каждое ощущение. Сразу випассану практикуйте. И параллельно на випассане развивается тоже и спокойствие, и безмолвие. Поэтому это так в целом есть такой порядок, но нет границ четких. В любом случае хорошо смотреть за своей практикой и смотреть за тем, чтобы не привыкнуть к практике, чтобы не практиковать автоматически, по инерции, смотреть результаты, какие приносит практика. Чтобы это не было просто автоматизм. Ум очень хитрый, очень изволотливый, может оправдать всё. И нам может казаться, что мы практикуем хорошо, а на самом деле результатов мало. Смотрите результаты практики. Не столько придерживаться формы, к форме, а к сути. Иногда формы нету, а сути намного больше. Иногда форма есть идеально, а сути никакой. Не придерживаться к внешнему облику. А как оценивать результаты? Результаты... То, что мы говорили, уменьшаются неумилые качества наши. Мы отпускаем их. Их меньше становится. Мы в них не вовлекаемся. Те качества, которые деструктивно влияют в состояние, эмоции, мысли, поведение, мы их не развиваем. Но самым хорошим результатом практики...